Американские военные медики разрабатывают супервакцину от всех возможных вариантов коронавируса сразу. Синет передает. Врачи объявили об успехе первой фазы клинических испытаний. Препарат обещает защиту не только от омикрона, но и от всех остальных ныне существующих вариантов коронавируса и даже частично от других родственных ему инфекций. Вакцинация остается наиболее эффективным средством борьбы с COVID-19. Однако по мере мутации вирус начинает все лучше и лучше обходить нашу иммунную защиту, доказательством чего стал омикронштамм. В американском национальном центре Уолтера Рида уверяют, что нашли решение этой проблемы. Ферритиновая вакцина уже показала отличные результаты в ходе лабораторных опытов с животными. Сначала прививали мышей, потом макак. И даже прошла первую фазу клинических испытаний на людях. Разработанный препарат должен обеспечить защиту, по крайней мере частичную, от всех вариантов коронавируса сразу, как уже существующих, так и тех, что могут появиться вследствие еще не произошедших мутаций. В результате такой прививки иммунный ответ получается значительно более мощным, если сравнивать с другими вакцинами, цитирует медика СМИ. Впрочем, многие эксперты к заявлениям разработчиков относятся скептически и даже высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата в принципе. Финские исследователи придумали назальный спрей, который уже окрестили биологической маской от коронавируса. Издание «Техникан Майлма» рассказывает детали. Изобретение принадлежит Университету Хельсинки. Разработанная исследователями молекула подавляет функции спайкового белка коронавируса и обеспечивает эффективную защиту от инфекции на 8 часов. Таковы результаты экспериментов на клеточных культурах и животных. В пресс-релизе спрей на основе новой молекулы называют биологической маской. В отличие от защиты, создаваемой вакцинами, он начинает действовать сразу. При проведении экспериментов на животных спрей эффективно защищал от инфекции в ситуациях, когда заражались все незащищенные мыши. Молекула инактивирует спайковый белок коронавируса, общий для всех его штаммов. Так что она может защитить человека от всех вариантов коронавируса, в том числе и от омикрона, сообщает исследователь Анна Микеля. Спреи будут не заменять собой вакцины, а дополнять их, говорят ученые. Наблюдается большая потребность в новых способах усиления эффективности прививок. Термоядерные реакции как источник энергии. Смогут ли они обеспечить зеленой электроэнергией весь мир? Разбирается издание ГИСМОДА. Ученые давно ведут поиски альтернативных источников энергии для спасения планеты. Один из них — управляемый термоядерный синтез. Разговоры о нем идут уже не одно десятилетие, и, судя по всему, его использование может начаться совсем скоро, считает автор статьи Дэниел Коллиц. Он взял интервью у ряда экспертов, чтобы узнать, способны ли термоядерные реакции обеспечить электроэнергией весь мир. Доцент кафедры инженерной физике Висконсинского университета в Мэдисоне Стефи Дием полагает. Управляемый термоядерный синтез способен обеспечить мир чистой зеленой энергии с нулевыми выбросами углерода. В этом процессе используется топливо, которое характеризуется высочайшей энергетической плотностью. Необходим лишь дейтерий, объемом с ванну и немного лития. Этот маленький объем топлива эквивалентен 230 тоннам угля, вследствие сжигания которого в воздух выбрасывается 380 тонн вредных веществ, объясняет эксперт. Дэниел Андручек, доцент кафедры ядерной инженерии Иллинойского университета, предполагает, что технологии управляемого термоядерного синтеза начнут активно использоваться в ближайшие 20-30 лет. Однако его коллега Омар Харикейн, главный научный сотрудник программы по термоядерному синтезу при Ливерморской национальной лаборатории, с ним не согласен. По его словам, на данный момент термоядерный синтез все еще остается научным экспериментом. И если и станет повсеместным, то лишь в нескором будущем. Отправляя жизнь к звездам. Американские ученые предложили отправить тихоходок в межзвездное путешествие. Для них собираются построить космические корабли размером с ладонь, информирует научное издание Science Daily. По предположениям ученых, за 20 лет эти существа доберутся до звезды Проксима Центавра. Тихоходок выбрали для эксперимента и за их живучести. В неблагоприятных условиях эти беспозвоночные впадают в анабиоз, при котором практически все метаболические функции останавливаются. Ученые уже облучали водяных медведей космической радиации, после чего большая часть существ выжила. За подопытными будут следить с помощью передачи данных по световым волнам. Главная цель проекта — узнать, как путешествие на околосветовой скорости повлияет на тихоходок. Результаты позволят оценить потенциальное влияние на людей.